Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Два-три это номер линии по которой вы стреляете Вот мишень Вот номер линии Один, два, три, четыре, пять Это дистанция на которую вы стреляете От пятидесяти до ста То есть вот две таблички Мишень в боевом положении Висит Кроме легкого калибра У вас крестьянский стреляет У него четыре с половиной И остальные попадают В стойку Мишень не сработала Мишень сработает только в том случае Если вы попадете в убойную зону Вот этот кругляшок Тогда она вот так вот залетает У кого Чиркнуло И вот так стало А потом вернулось назад Стреляете снова Незачет Мишень у нас отработана давно Поэтому там Попал, не попал Краска Я вижу, что попал Краска То есть если Ось пули попадает в убойную зону Мишень сработает сто процентов При любой кинематике Проверено неоднократно Вот Меньше половины сработает Вот вы там не говорили Мишень работает исключительно По центрам Так скажем Стрельба идет Значит Мишени покрашены Все разным цветом Я еще раз говорю После стрельбы Мишени все будут В этом положении После стрельбы Смена Которая стреляла Идет на огневой рубеж И красит Вот эти вот убойные зоны Краска там Так В этих условиях Она конечно то ляжет То не ляжет Ну просто наносите слегка Да и все Идете в обратную сторону То есть доходите До последней своей точки Которую поразили В обратную сторону Идете опускать Прошу не забывать Этот момент У нас очень часто Покрасил Пришел А мишень как была Так она и осталась Потом начинает Очередная смена Стрелять А у меня мишень не опущена То есть мы останавливаем стрельбу Держим туда Опускаем Поэтому вот на это Прошу обратить внимание Что мишени должны быть В боевом положении По окончании стрельбы Ну в смысле По окончанию покраски Значит дальше Продолжаем Третья смена Кириллов, Кондратьев, Худриарцев Тархов Ты стреляешь Я не знаю С какой винтовки И Зенчук И последняя Четвертая смена У нас два человека Воскресенский И Узбеков Значит здесь Четвертую смену Судит первая смена То есть я И Николай Маргунов Соответственно Узбекова Вот у него двоечка И у него двоечка Значит Узбекова Судит Поле Маргунов И я соответственно Сережу Вот Четвертая смена Будет стрелять два человека Потом все По новой начинается Опять садится Первая смена Вторая судит Вторая стреляет Третья судит И так далее И так три матча И так три матча подряд И так доверь А четвертая А третья смена судит Первая как всегда Третья смена судит Четвертая и первая Первая и вторая То есть Воскресенский Узбеков судит Кирилова и Кондратева Кудрявцева Таркова-Зенчука Соответственно судит Данилов Сосин Так Вот так Блин А че Что нифига не разберемся Ты стреляешь первую смену А третью смену Как получается Ну свободный посудит Слушай, ну я посуду там Разберемся Че по ходу Ну просто вот здесь Эти мелкие накладки Они Ничего страшного Страшно ничего нет Так Значит, внимание Меры безопасности При стрельбе Оружие переносится Стволом вверх На огневой рубеж вышли Винтовку положили Задвор открыли До команды Огонь До команды Огонь Винтовку взводить Не разрешается То есть Пуля у вас там В барабане Или В сумке Или я не знаю Где лежат Отстается команда Огонь То есть Разрешение на стрельбу После этого Вы можете заряжать винтовку И производить выстрел После команды Прекратить стрельбу Если у кого-то Пуля в стволе Или винтовка заряжена Стрельба останавливается Не имеете права стрелять Каркуши Каркуши Будет дана дополнительная команда Вы поднимаете руку И говорите У меня пуля в стволе Будет дана дополнительная команда После этого Вы можете произвести выстрел Я имею ввиду по времени, значит на матч у нас отводится 15 минут, судья будет говорить, что до окончания осталось 5 минут, 1 минута, 2 минуты и так далее, время тогда будет подходить. После команды прекратить стрельбу, мишень, если у вас даже есть еще количество пули осталось, уже не может быть поражена, то есть в зачет это не пойдет. Это я прошу учесть, поэтому ориентируйтесь по времени и по дистанции. По окончании стрельбы, значит очередная смена, которая стреляла, встает, идет красить мишень. Вторая смена, которая должна заступать, она встает, убирает винтовки, идет, потому что начинает суетиться две винтовки. В это время вторая смена начинает размещаться. Смена, которая стреляла, соответственно идет красить мишень. Они возвращаются, все занимают свои исходные позиции, судья проверяет, после этого дается разрешение на открытие огня. Вот такие нюансы. Значит я попрошу, в связи с тем, что холодно, кто по машинам, кто там чего, быть внимательным. Если вы стреляете, знаете какая у вас смена, вторая, третья, первая. Подходит ваше время, чтобы не бегать, не искать. Четыре человека сидит, а один где-то побежал в пустыне. Да, и так далее. Поэтому вот здесь от вас я требую немножко организованности. Потому что это время все будет затягиваться. Ну и соответственно будет затягиваться мишень. Так, сейчас. Какие вопросы есть ко мне? Решан-то, по правилам. Можно запомнить. Значит напоминаю. Мишень. 40 мм. Убойная зона. Стрельба начинается с 50 метров. И продолжается по нарастающим. Линейный судья, у него будет вот такая табличка, ручка и так далее. Он садится сзади стрелка и наблюдает. У нас вон винокли на каждую смену. Вы выбираете себе винокль, смотрите. Стрелок контролирует выстрел, называя, допустим. Выстрелил. Вот здесь вверху написано количество выстрелов. Видите, вот идет. На каждую мишень. На каждую, да. 22 выстрела. 22 выстрела. Значит, он выстрелил, вы смотрите. Мишень на месте. Ставите прочих. Напротив единицы. Промах. Первый выстрел промах. Второй выстрел промах. Третий попал. 50 метров. Ставите 50. Вот в этом квадрате. Следующий выстрел попал. Значит, 55, 60. Промахнулся, прочих. Попал мишень, какую поразил. Ставите номер мишени. Метраж. Метраж. Количество выстрелов. Если вы поразили 100 метров за меньше, чем 22 выстрела, то, соответственно, у вас здесь будет видно, допустим, там 100 на 20 выстрел. Значит, вы ставите количество выстрелов 20. Дистанция. Последняя дистанция, которая поражена. 80, 90, там и так далее, и так далее. Вы ставите, допустим, 85, 95, там 100. Время, когда поражена последняя мишень или закончились патроны, вот, соответственно, судья линейный говорит время, он вам называет время, там, 10.22. Вы ставите здесь 10.22. Последняя графа, это штраф. Если вы поразили чужую мишень, стреляли не по порядку, убили убойку, вот, тогда, тогда записывается штрафное очко. То есть, если вы, допустим, стреляли пятую линию, а поразили третью, стрельба останавливается, судья говорит, прекратить стрельбу, стрельба останавливается, здесь ставится плюс 1, то есть у вас получается, количество выстрелов будет, допустим, по окончанию не 22, а 23, потом приписывается штраф. Ну, как правило, это бывает, если невнимательный человек, в остальном, такого у нас не должно быть. 22 выстрела, 15 минут. Судья на месте? Да, да, да. Ну, огонь. Холостой. 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 Мимо. Черт укладываешь, ех ты, ребята, уже ебашь. Видите, он еще. Понимаешь, вот важен, что сбил, когда-то и стажем. Ну, с Богом. Так, крест. Готов. Готов. 0,5, лево. Верху. Ну, за тело уже целело, да, сравнялся с результатами. Готов. Тульчики попадают. Не хотел, поэтому и не хотел. Да поправка в норме, там гуляет, блин. Да, там норма. Я не вижу полю нахуй. Мимо. Не торопись. Неудобно. Высшая пошла или как? Да нет, конечно. Ты, блядь, таблицу смотри на меня, улыбайся. Пулю видишь? Вижу. Где она идет? Она идет, знаешь как? Вот так нахуй. Не закрал. Закидывает ее, да? Ага. Ну лови тогда пару. Где она? Где она? Где она? Где она? Как тебе не пошлили? По чем? Ну почему там стрелки? Поцелки. Не знаю, кто-то ввел. Что-то мимо опять. По центрам точно идет или может? Не, уносит нахуй. Нет, я имею ввиду по вертикали. По вертикали. Прям вверх то вниз. Так вот, видите, то прижимает, то опускает. Как у меня будет, 14 расскажу ладно? 14 как будет скажу ладно? Хорошо. Кому постули, а кому и не подули. Лив thousand концертов. Мимо. Блин, вообще нахуй, вот так отрешениях. Как, 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 по высоте? Вот так, по высоте, полтора милы, ёпта. Выше пошла? Ниже. Выше поднимаем? Ну понятно, что выше. Полтора милы давай. Лучше, не ходи, лучше. Пять минут. Мимо. Ты сейчас полтора берешь? Два. И нет, ёпта. Я хуею. А там вопреки. А я заправил нормально. Он крымский, жоп. Пуле не было. Уже смотрим. Молодец, у меня с другого. Доехали, по-моему, мои парни. Сторож. Стрей, стрей. Я не знаю, как отчитать, видишь, у меня одна пуля попилась. Считать, это заводил. Не было. Блин, что-то глючит на этот, видишь, что-то сегодня. До 70 метров он лихо дошел, блядь. Так. Пап, сейчас 90. 90 стреляем, ага. Да ну, нахуй. Коснулся, блядь. Угу. Короче, я понял, некую на уровне смотреть, настрелять так стрелял. Мимо. Я понял, тебе присутать не все. Блядь, ты вот палец убирай, нахуй сюда, блядь. Да не, не, нихуя. У него, у него 10. Не хватит ничего. Все, крайний, да? Угу. Время. Все, попал. Не, все там нормально. Пошли магнитизм заряжать. Да, они, что-то. Блядь, ты прикинь, до 70 нахуй. Охуенно. Вроде 5 метров дистанция, да, всего? Да, да. И тут беспородка. А знаешь, как раз. Блин, блин. Блин, блин. Хуй дать что. Пока он стреляет. Да? Да. Да. Давай, давай. Синий. Красный. 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 Там магазин есть еще заменит. Красный, что же не стреляет. А мы кладем барабану. 95 уже направо, да? Да, да, да. 95, самое право. Угу. Мы посередку посылали. Угу. 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 Вот я ж тебе подсказывал, блядь. Ну, да, да. Угу. Это четкий, блядь. На 75-е наебал. 100 раз, ну, да. Шляпу зря снял, блядь. Как так, ты, мимо? Мимо. В этом-то весь есть. В прямом случае. Время. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok что-то гнизка уже забыл стрельнем в крест готов, есть стреляем сейчас в крест вверх а есть там пульт еще а вот этот может и не было сейчас был четырнадцатый выстрел был четырнадцатый выстрелили да, выстрелили выстрелили две пули зарядить да не заряжай у меня написано ну вот ты мне палец убирай держи держу все хорошо готов ай молодца холостой 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 на по-крымски холостой 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 по-крымски по-крымски холостой 70 метров Готов Есть Да Да Свет какой сейчас Рыжий Убил да? Да 70 метров готов Все четко было Я 90 стреляю Стоп стрельба Стоп Стоп Все Кто стрелял белую Он стрелял в рыжую 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 Какую? Дистанция Дистанция какая? 70 белую убили Я 90 стрелял На 70 кто стрелял? На 70 стреляли рыжую Но рыжая ушла Мы стреляем 80 Кто стрелял белую 70 Может ее взглядом пройдет Точно видел Дима? Я не видел Нет 70 рыжая 70 рыжая висит 70 рыжая я убил Не убил ты Ты белую убил Нет нахуй Посмотри Висит Ну нахуй Ну сам посмотри 70 рыжая висит Андрюша Блядь Андрюша Андрюша Света не видишь Да я убил ее Ветром скинул Лапу Так Андрюша Беги Беги Давай 70 я убил рыжую Белую Иди опускай белую Иди красить Пойдем посмотрим Пойдем посмотрим Подожди Подожди, подожди, в землю, в пулю, в землю. Не разломай этот заранее. Да, мы его строили, строили. Вот лось здоровый, блядь. Чё такое какая-то хреновня? Да, тяжёлый. Вообще хреновня. Максим, что такое? Нет, всё хорошо, но хреновня. Хреновенькая такая хреновня, хреновенькая. Всё по центру, но хреновня. Такая приправа, хреновина. Хреновина! Да, белорусская такая есть прикольная штука, хреновина. У них ещё есть соломашки. Хреновина, скоро будет тяжело. Барусь 590, 7. И ветровой смешанин. И ветровой смешанин. Да, да, да. А как же 310? Вот я говорю, вот я сейчас карабин сделал, стреляют кучу на любых дистанциях. Всё зашилет. У всех атаманцев, что он за 300? Нет, нет. 285. А чё это? Понизился ты, понизился ты! Я редуктор переговоры не стал уже. Всё, я за ним просто не локтайку садил. Бежать пократи! Жёлкая осень. А вот зря. Была бы сейчас побольше, но их преимуще. Бежать пократи. Следующий раз. Сейчас вам пропишут. Изюмку. Страфну её. Ты уже слегка мусор. Андрей немного это. Вопросы? Что? Стой, стой, стой. Стой, стой. Стой, стой. Стой, стой. Что, не та, да? Блядь. Ну, судя по порвавкам, 4 милова. Значит, я попал в белую. Андрюха, вылезай из зоны огня. Садись. Давай, давай. 70 метров тебе решение рыжая. Ну да. Штраф, ёпта. Стрелять можно, нет? В жопу не ебали, блядь. Огонь. Огонь. Так, на сколько он стреляется? 70 рыжую, он и стреляет. Все, добро. И... Угу. Экрана. Читая. Читая. Угу. Угу. Время! Время! Мы очень недалеко смотрим, и по времени недалеко смотрим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал! Таким, видишь, зарядка специфическая. Что? Уже время пошло! Уже прошло время! Рыжие наши, сейчас найдем рыжие. Да, я, кстати, с ней не разу так еще не стрелял. Поправочек надо достать, наверное, да? Может ты по привычке внеси? Такая рабочая зона, я бы ни в какую не попал. Продолжаем разговор. 55. Как это? Как это? Ты зарядил точно? Да, зарядил. Улица единая. Цена, я говорю, вот нашу, нашу. Ну чё, ну чё? Блин, 600, наверное, очень. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, чё-то на ближних у меня сегодня тяжело. Это не у меня. Это не у меня шипит, ничего не знаю. 2,20 высота. И сантиметров 30-40. И значит, раньше, вот ты не было. Ну там действительно раньше не было. Когда первые линии подстроили, а потом когда стали... А-а-а-а-а-а. Мы там 6,5 метра, 2,5 метра высота, это там меньше калибра. Не то, что отделанный чем-то, но просто терпичная пластка. И он говорит, а когда воды не было, мы прям зааспортировали. Ну как, у нас еще одно помещение. А сейчас это все водой залезли, чуть-чуть не делал. Больше двух, ничего. Ну я говорю, ну тут два варианта. Или засыпать, это все, в морсков машине надо принести сюда блюдо. Или как-то осушить это все и гидризоляцию там сделать. Я там с вами, когда я занимаюсь кровлей, я говорю, вот такой подвал, я говорю, гидризоляцию, я понимаю, а может как-то... ...Все на дороге они там буханы, зато все ввысь, ...а на второй, в самом деле, я запишу, и вы все введение, а не всю эту пустовую. ...а потом опять-таки, у него с эффектной поверхностью, и nun, что стараясь заразка, а вот, ну, чтобыушь устроить, за четыреха. Ну вот, журналист, за четырех. Полетиций. За первым, ну, второй, он не кто подобный. Продолжение следует... Продолжение следует... Время! Продолжение следует... 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 У меня еще одна новость для вас, ребята. У меня стоит вон там ящик вина, который нам передали братья с дружественного Крыма. Да, ребята, от всей души, от всей души, ребята, от всей души. Только он в одной канистре, я не знаю, как его рассмотреть. Будем, будем бабульковать. Да, ребята, я вас прошу, пожалуйста. Я искренне благодарю всех, кто принял участие в наших соревнованиях, кто приехал. Я понимаю, что это не так просто. Ну как смотри, так как у нас организовали. Ребята, молодцы! Все, фричеры, все с грамотными, с медалями. Блин, ну это я один останусь тогда здесь. Хе-хе-хе-хе. Ну давайте сюда. Ом, 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 ом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions, we are the champions We are the champions, we are the champions We are the champions No time for losers, we are the champions We are the champions We are the champions